Всем привет! Новое видео на канале Gadgetmania и давайте распакуем очередную посылочку из Китая, которая ехала порядка трех недель. В среднем сейчас последние полгода посылки идут 2-3 недели. Мы начинаем, поехали! В общем, друзья, за последние несколько недель я выпускаю видео довольно-таки часто. Здравствуйте, вам большое спасибо за просмотры, за лайки, комментарии, но почему-то на фитнес аксессуарика не так хорошо просматриваемые на канале. Почему и с чем это связано, мне до сих пор непонятно, потому что, ну, все думают, что вот есть браслет Xiaomi Mi Band 2, есть, если вы хотите что-то посерьезнее, типа там Fitbit или Garmin, или как это все дело называется, я не знаю. Но китайскую аксессуарику, отслеживающую вашу активность и, в принципе, помогающую вам отслеживать здоровье в виде пульса, в виде измерения артериального давления, вам не совсем интересно. Давайте так, вы напишите в комментариях вообще, стоит заморачиваться и стоит ли просить производителей присылать данные аксессуары на обзор, на распаковку для того, чтобы... Ну, мне просто надо понимать, интересно это вам или нет. Ну что ж, все, 30 секунд пустой болтовни закончилось. Е-пакет, ссылки, как всегда, будут в описании под этим видео. Я надеюсь, что здесь часики. Часики умные, даже не то, чтобы умные, они в большей степени, ну, наверное, что-то связано со здоровьем, с фитнесом. Компания Sanbono, надеюсь, здесь присутствует. Очень много уже у меня продукции побывало, я могу смело об этом утверждать, потому что, ну, пару-тройку браслетов, хорошие часы, кстати, очень точно показывают, если хотите, я могу про них более подробно рассказать, которые более очень точно показывают ваш пульс, давление на основе пульса и вот это вот все. Итак, пупырка, да здравствует пупырка, это очень хорошо. И вот такие вот часы, вот такие вот часы, коробочка такая, ну, интересно, что коробочка, в принципе, даже можно кому-нибудь и подарить. Скальпелечек в сторонку, давайте в первый раз открываем, смотрим, что здесь. Вот так вот выглядит коробочка, почему-то здесь написано pink, но будет прикольно, если они розовые, то есть, в принципе, сразу однозначно в женскую аудиторию пойдут. Сами часики у нас находятся вот в таком вот пакетике, здесь вот эта мембрана из уплотненной пены, есть инструкция, очень хорошая подача, то есть, чтобы вы понимали, это выглядит все вот таким вот образом. Мне нравится, когда, в принципе, да, ё-моё, pink, ё-моё, ну что ж ты будешь делать? Хотя написано, что должны быть черные, но они, вы сейчас все увидите. Вот это вот первое впечатление, очень большая инструкция, то есть, княжонца, княженца такая, она на английском языке, не знаю, здесь есть ли русский язык, нет, по-моему, здесь русского языка нет, но на достаточно качественной полиграфии нам преподносят инструкцию к этому девайсу. Вообще написано, что это смарт-часы. Итак, у нас есть вот такая вот бирочка. Собственно, сами браслеты, наверное, позиционируются как, ну, некая копия или внешнее сходство с Apple Watch. Уже сейчас в Series 3 вышли, в принципе, часами пользуются люди, одни из самых продаваемых. Но, как я понимаю, в принципе, сюда подходят любые браслеты. Ну, прикольно, что они розово-черные, то есть, здесь вот надпись, можете увидеть сейчас. Многие из вас спрашивают или говорят, а, чувак, у тебя что трясутся руки, ты там что-то там украл, что ли, товар на обзор. Друзья, ну, у всех бывают разные заболевания. У меня связаны с нервной системой, поэтому Tremor Rook для меня с детства знаком, и в этом ничего страшного нет. Друзья, я пришел в себя, я уже записал распаковку, но хочу сейчас более, скажем так, внятно вам рассказать об этих часах. Пришли в розово-черном, с розово-черными ремешками, часы. Сами часы, претензий к часам нет. Они абсолютно новые, они умеют отслеживать вашу активность в виде ходьбы, тренировок. Они показывают уведомления с обходящих с телефона, они показывают уведомления с ваших мессенджеров. Конечно же, обычные смс-ки присутствуют, но вот этот вот внешний вид, друзья, ну, блин, камон, ну, почему розово-черный, мне, ну, не знаю. Я, конечно, сейчас на руку одену, буду ходить какое-то количество, может быть, часов или дней, или же все-таки отдам на тестирование жене, чтобы она уже сделала какие-то умозаключения, потому что она, ну, достаточно скрупулезно относится вот к таким рода вещам, потому что она не верит, что за полторы тысячи рублей можно приобрести себе годный гаджет, гаджет, который будет вам помогать, вообще, в каждый день будет вам помогать в виде активности. Часы сами по себе собраны хорошо, присутствует заводская пленка, поэтому я делаю вывод, что они новые. Есть в комплекте зарядного устройства, оно магнитное, сама вилка зарядного устройства отсутствует. Подразумевается, что вы будете заряжать эти часы с помощью либо уже имеющейся у вас вилочки зарядного устройства, либо, может быть, от Powerbank, либо от гнезда USB на вашем ноутбуке или компьютере. Присутствует также инструкция, она очень хорошо сделана, она на английском и других языках, русский язык отсутствует. Сам русский язык предустановлен, вы выбираете при первом включении этих часов. Часы себя позиционируют как смарт-часы, то есть они не только отслеживают вашу активность и помогают, то есть здесь надо разбираться, здесь, скорее всего, какие-то предустановленные приложения, но это уже в процессе эксплуатации. Сам внешний вид часов меня полностью устраивает, мне они нравятся, как они выглядят, и на руке они сидят неплохо. Я подумываю над приобретением часов от компании MS Fit, то есть это суббренд компании Xiaomi, уже сейчас вышло второе поколение в виде BIPA, есть MS Fit первое поколение, ну, в общем, хотелось бы посмотреть. Но 100 долларов за часы, китайские часы мне отдавать не хочется. Напишите в комментариях, кстати, что вы думаете по этому поводу. На руке смотрится вот таким вот образом, скорее всего, есть датчик по положению, то есть если вы подносите к лицу, встряхиваете руку, скорее всего, будет подсвечиваться дисплей. Очень они, конечно же, пытались все это дело вот с этими ремешками, с этим внешним интерфейсом скопировать Apple Watch в содружестве с компанией Nike. Они действительно смотрятся, если издалека, то, наверное, люди подумают, что у вас именно Apple Watch Nike Series. Ну, это китайские часы за плюс-минус полторы тысячи рублей. Ссылки, кстати, будут на товары в описании. Как всегда, у меня все в описании, в том числе и мои соцсети. Я побежал изучать данные смарт-часы. Мне очень интересно, как они себя поведут в повседневной жизни. Будет ли этот браслет гипоаллергенным и не будет ли он вызывать аллергию на руке. Ну, а мы с вами, друзья, прощаемся. И совсем скоро увидимся в новых видео. Все ссылки, как всегда, в третий раз уже говорю, в описании под этим видео. Обязательно подписывайтесь на мои соцсети. Они тоже там же в этом классном описании под этим видео. Совсем скоро увидимся. Пишите свои комментарии, ставьте оценки. Не будьте бесполезными. Обязательно дайте оценку этому видео. И распространите его в своих социальных сетях. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.